Всем большой привет! Итак, давайте соберем вместе подборку ароматов на вторую половину января месяца. Дело в том, что сейчас я выставила флакончики, их получилось 20 штук. Что-то мне подсказывает, что много. Давайте заново вместе с вами я переберу и подумаю еще раз, надо мне оно или не надо. Давайте начнем с миниатюрок. Я, знаете, тут, в общем, решила Монталь Интенс Кафе взять в использование. На самом деле у меня есть Монталь Ристретта Интенс Кафе, который почему-то пробничек я не нашла. Но решила, ладно, думаю, тогда просто Интенс Кафе возьму в использование. Вот прям это точно. Я нашла Burberry Body, пока искала Ристретта Интенс Кафе. Не мой любимый аромат. Вообще его почему-то я не люблю. У меня ощущение, что запах, аромат какого-то грязного тела здесь присутствует. В общем, видите, у меня вот с пробничка совсем чуть-чуть осталось. Я думаю, я его доизрасходую, еще раз протестирую в очередной раз, чтобы убедилась, что мне этот аромат не нравится, и выкину пробник. Ну, как бы, что он валяется. И, кстати, этот пробничек мне прислала подписчица, ну, прям-таки давненько уже. И еще из миниатюрочек Avon Far Away классический. В прошлом, в прошлой подборке у меня стоял Far Away Beyond. Кстати, я им так и не воспользовалась. А вот в декабре я хорошо воспользовалась Far Away Beyond. И решила я классический Far Away взять в использование и, в общем-то, подумать, какой мне больше нравится. Ну, в общем, беру в использование. Это прям даже не обсуждается. А вот дальше сложно. Я снимала подборку ароматов, люксовые, да, парфюмы, которые я купила за прошлый год. И, знаете, я нанесла этот аромат Terry Mugler Aura, нанесла на блотер. И просто, знаете, такой аромат бесподобнейший, ванильный. Ну, да, с зеленью, но, в общем, древесно-ванильный. Классный аромат. Здесь стоял в комнате дня два от блотера. И я поняла, что я так хочу им пользоваться. Поэтому я беру зелёное сердечко. Так, куда его поставить? Вот неудобно, да, потому что много места занимает, потому что его нужно ложить. Ой, а, в общем-то, места мало. Хочу всё, чтобы поместилось. Так, я подумала, что фаберлик. Фаберлик, кстати, вчера уже я на себя наносила Марсель. Здесь заявлена кожа. Кожа, что там ещё? Барбарис, кстати. Ну, и, наверное, какие-то цветы. И кожа всё больше и больше на мне раскрывается. Кожаная. Вот, ну, не то, чтобы прям так ярко, но какой-то, да, есть такой тон-полутон. Раньше я вообще не ощущала эту ноту. А сейчас ощущаю. И, в общем, да, аромат настоялся, кстати. У фаберлик парфюмы реально настаиваются. И, в общем, я решила, что классно на зиму. Прям хочу. Поэтому, так как я уже и вчера им пользовалась, я беру его в подборку. По поводу фаберлик. Я вчера на ночь наносила вот этот ароматик Белл Эндж. Такая парфюмочка в тридцаточке. Я всегда считала, что аромат совершенно нестойкий. Он такой летучий. Он такой полупрозрачный. Но я вчера нанесла три пшика. Муж просто его зафукал. Сказал, боже мой, дышать нечем. На всю квартиру снова ты навоняла. Ну, в общем, вот такое. Я говорю, да два пшика, ну три. Вот. Но, в общем, оказывается, он тоже, видимо, настоялся. И он такой прям поплотнее. Он казался мне свежим, цветочным. Действительно, таким прохладным. Сейчас все-таки я ощущаю даже ягоды какие-то здесь в этом аромате. Сладость немного. Цветочность. Легкую пудровость я слышу. То есть, этот аромат, он не прохладный больше. В общем, беру в использовании, знаете, как такой домашний, возможно, парфюм. Еще из Фаберлик я решила, что Футурия новинка. Классный, бодрый, резкий, пудровый, динамичный. На улице даже сладко-фруктовый. В общем, очень интересный аромат. Дико шлейфовый, очень-очень стойкий. Я решила все-таки брать. И вот посмотрите, все, уже практически места-то и нет. А у меня здесь целый вагон ароматов, которые я еще хочу добавить. Дальше от Фаберлик, кстати, еще я решила, может быть, как-нибудь воспользуюсь. Букет Д'Аврор. Я его покупала, потому что в составе есть какая-то пурпурная или какая-то, в общем, магнолия. Точно магнолия. Очень много цветов. Это действительно такой цветочный аромат, но мне кажется, там есть какая-то специя плюс. А магнолия и специя для меня это, ну, мало совместимо, если честно. Вот. То как-то вот он мне вроде и не очень-то идет аромат, но решила, ладно. Может быть, знаете, вот как раз пока Ирма с нами живет на прогулку с собакой, ну, буду как-то я на свежем воздухе выгуливать этот парфюм. Все, мне уже некуда ставить. Половина, больше половины закончилась. А потом я подумала, что вот тоже недавно я снимала видео про аналоговую парфюмерию без Санкай. Действительно, считается, что это аналог на Ле Паркинзо. Я не знаю вообще, кто первый выпустился, но мне кажется, это совсем не, как бы он не позиционировался именно аналогом. Я думаю, что в Биэс это такой собственный аромат. Мне вот недавно, сегодня, по-моему, писали комментарий, что девушка пользуется Ле Паркинзо сейчас, и это огурцы, да, в общем, такое. Действительно, да, здесь этих нот нет, но он просто в духе Ле Паркинзо. Но на самом деле, мне кажется, он более плотный, более громкий и стойкий даже, чем Ле Паркинзо. Ну, в общем, на прохладу, я думаю, что он хорошо подойдет. Вот беру эту соточку. Еще для домашнего тоже использования я бы хотела взять Эйвон, туалетная вода, чокоберри. То есть это шоколад и вишня. Это вроде и сладенько, и кисленько, и не слишком тяжелый парфюм. И такой вот он, ну, довольно-таки приятный. И, кстати, туалетная вода, но стойкость неплохая, давно не пользовалась, поэтому вот решила взять. Так, надо, кстати, наклейку отклеить. Это с работы. Это вечно все обклеивают, знаете. Вот такие дела. Дальше я подумала, а почему же я не пользуюсь какими-то такими снятыми раритетами, за которыми я так гонялась? Я их купила, поставила и все как бы, да? Значит, Ситираж от Эйвон Ситираж. Буду пользоваться, потому что я, можно сказать, за ним гонялась-то, но никогда у меня его не было. Я его тестировала. Мне кажется, даже не его я тестировала, мне кажется, даже не этот аромат. Я, скажем, не то, чтобы тестировала, а слышала от знакомой. А, наверное, Ситираж Гламур. Так вот, этот аромат, он, есть здесь специи, знаете, есть здесь специи такие зеленые, которые дают и прохладу, и он такой восточный, красивый, но я не знаю, как, насколько он стойкий, не стойкий. Так, а что ты не закрываешься до конца или? А, он так и закрывается. Ну, в общем, я же его на себе не носила, поэтому я его, конечно же, возьму в использование. Так, ну ничего у меня уже не помещается. Ну, что это такое? Дальше. Я еще также подумала про Attraction Rush, но давайте попозже о нем поговорим. Я решила взять зеленый Always. В прошлый раз на первую половину января я брала розовенький Always, а сейчас я очень хочу зеленый Always. Снятость, красота, красота. Кстати, здесь желтый тюльпан, карамбола. Вот. Ну, он прям суперский. Зеленые ноты. Какие-то вот это вот карамбола, наверное, имеется в виду. Это же какой-то такой экзотический фрукт. Но, знаете, я когда-то его давно пробовала. Ну, это что-то такое огурцовое, если честно. Может быть, он был недоспелый, но такое что-то никакое по типу огурца. И, кстати, этот аромат, именно зеленый Always, я почему-то люблю именно зимой носить. Вот не в летом, да, хотя это как бы, ну, немного так про зелень, можно сказать. Вот обожаю его зимой. Он, кстати, раскрывается с такой мягкостью. Он так обволакивает. Я же люблю вот такие немного сливочные, да, скажем, ароматы. И вот это зеленый, сливочный киви, карамбола, желтый тюльпан. В общем, суперский аромат. Так, еще один аромат. Давайте все-таки я его возьму в использование. Это тот самый Uso Creation, который я показывала тоже недавно в подборке про аналоги парфюмерии, аналоговую парфюмерию, которую я купила в 2021 году. Этот аромат абсолютно мне не нравится. Это аналог на Modern Muse от Estee Lauder. Знаете, я решила все-таки пару дней в нем походить. И очень интересно спросить у мужа, что он вообще про него думает. Потому что я не давала ему на тестирование. Ну, все, в общем, у меня не помещаются ароматы. Положим сверху. Не помещаются. Так, давайте я посчитаю пока. 12, 13 ароматов, несчастливое число. Берем еще один. Ай, итак, ну давайте, наверное, возьму какой-нибудь аромат из Project Pen. Здесь у меня два было представлено аромата. Это Bommond. А давайте Bommond возьму от Faberlic. Два. Все два возьму. Тут я сверху положу, ничего страшного. В общем, Bommond. Красные ягоды, сладкие, шафран. Он такой очень-очень специевый. Стойкий, шлейфовый. Хотя для кого-то он, кстати, не стойкий и не шлейфовый. Ну, не знаю. Для меня он прям какой-то удушающий практически. Еще один аромат из Project Pen. Это подделка Versace Crystal Noir. Ну, буду пользоваться. Буду обливаться. Может быть, где-то даже так дома буду им пользоваться. Посмотрим. Может быть, знаете, ватамазер его отолью. И буду с удовольствием прям даже с собой носить. И так обновлять. Так быстрее просто он у меня и закончится. Здесь тоже, кстати, наклейка рабочая такая. Тоже надо. У-у-у! А-а-а! Ого-го! Круть! Но ничего страшного. Аромату 10 лет уж, мне кажется, прям точно уже исполнилось. Поэтому чувствуем депиляция произошла. Смотрите-ка. Нет, больше так не получается. Но, в общем, все равно все ароматы не поместились. Ну, как-то так. Еще, кстати, я бы хотела воспользоваться Avon in Love. Снятый аромат. Это ручей воды. Это именно прям ручей. Течет ручей. Талая вода. Снег. Сугробы. И вот начинается только-только таять. Вот эта вот вода льется. И какие-то цветочки. Но заявлена лилия. Да, лилия прохладная. Немного, кстати, такая она чуть-чуть как будто даже с горчинкой лилия. Ну, в общем, беру. Ладно, беру. Что тут поделать. Еще я хотела бы продолжить использование SoFever Together от Ariflame. На первую половину января я брала в использовании. Но уже, наверное, отставлю. Ну, и, в общем, я бы хотела дальше продолжать пользоваться L'Arive Hello Beauty. Но как-то, наверное, отставлю все-таки. Attraction Rush. Ну, наверное, подождет. Может быть, еще в феврале. Мне кажется, в феврале будет более прохладно. Потому что сейчас у нас, ну, не снега особо. Ничего такого, да. Ни заморозков пока нет. Поэтому, в общем, пока отставлю. И Attraction Desire. Я же тоже его особенно так на себе и не выгуливала. Поэтому вроде как хотела взять в использование. Ну, посмотрите, как много. И так я уже взяла. В общем, посчитаю. Итак, ну, в общем, всего получается 16 ароматов на 14 дней. Ну, многовато. Но что поделать. Вообще, я каждый раз думаю. Возьми себе один аромат на каждый день. Два. Два аромата на каждый день. Один аромат на выход. Подбери, да. В общем, и какие-то еще там. Один какой-нибудь женственный, цветочный. Другой какой-нибудь там цитрусовый. Ну, в общем, хочу так вроде как, да, делать подборки. Но когда рука тянется и хочется это, это, это. И поэтому аромату соскучилась. А этот отпускать не хочу с прошлых, да, каких-то вот таких подборочек. Поэтому, ну, получается вот так. Ну, все. На этом мы с вами прощаемся. Огромное всем спасибо за просмотр видео. До новых встреч. Пока-пока.